Ребята, всем привет! Я сегодня снимаю влог на новую камеру Влогов теперь будет больше Потому что у меня появилась мотивация Это так красиво, когда картинка Снята не на айфон, потому что айфон Не самый лучший вариант По сравнению с тем, что есть сейчас На ютюбе и на что снимают люди Я купила себе камеру Canon M50 Она на самом деле была у меня как набор Сейчас вам покажу Господи, это просто огромнейший Вот такой вот Называется Vlogger Kit То есть набор для блогеров Здесь внутри был микрофон Камера Объектив И штатив Я просто нереально рада, что я смогла ее купить Это был подарок на день рождения от моей сестры Мне исполнилось 20 лет Я не снимала влог на русский канал О том, как я праздновала день рождения Но я снимала на турецкий Потому что на турецком активность лучше При том, что я его вообще никогда не пиарила И там просто больше тысячи просмотров На одном видео, о котором я никому не говорила Кроме, наверное, двух человек Утку и нашего общего друга И меня это очень радует Поэтому Если вы хотите посмотреть примерно Хотя бы даже не понимаете турецкий То переходите по ссылке внизу И можете посмотреть, что мы делали В мой день рождения Мне кажется Или у меня что-то на лице У меня было что-то синее Я прямо видела Ааа, с этой стороны Что это такое? Я не знаю Такое дело Макияж Я решила на самом деле Чаще играть цветами Потому что Все, что я делала с 16 лет Это просто вот Вот эти тени Которые мне подарили Даше с Томой Я их обожаю Поэтому они заканчиваются Я думаю, что куплю их снова В нескольких цветах В нескольких тонах И вот эти теленикс Которые мне присылали Вот эти коричневые Самые уже Затертые Это было все, чем я пользовалась Для глаз И сейчас я пробую Просто разные цвета Потому что Это интересно Это красиво И никогда не знаю Что тебе подойдет Все Я уже сейчас выхожу Буду встречаться с утку В Кадыгёе Поэтому Давайте Пойдем Я на самом деле Боюсь доставать здесь камеру Потому что Здесь столько людей И я пыталась Аккуратненько идти Чтобы меня никто не толкнул В итоге Так Я буду переходить Дорогу здесь В итоге Меня Облили Грязью Из лужи Когда машина Парковалась И просто Ехала в эту лужу И все брызги На меня Привет Я снимаю влог Я блог Я снимаю Торба Торба Мэджи Мэк Мэджи Мэк Вот это мое Кто-то поел дома Но все равно Приголодался А кто-то весь день Был в юнивере И ничего не ел Мы пришли В Такое Домашнее Кафе Которое Называется Докарте Это кафе Я сказал Это не кафе Сокер О, залуд кафе О, ты не ел Нет, это не ресторан Как мы можем назвать это В других отношениях Я не знаю Ресторан Нет, это не ресторан 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 Это фанциссия Это фанциссия Это фанциссия Это фанциссия В русском мы не имеем динамика, мы имеем ресторан, мы имеем столовая, но не так красиво, как столовая, поэтому я называю это кафе Сейчас мы поужинали и мы идем... У тебя здесь это? И сигаретная кака Мы сейчас идем пить кофе или чай Я хочу почитать книгу и поснимать, потестить камеру, как я уже говорила Я настолько еще не привыкла за вот эти два дня к этой камере, что иногда я просто забываю нажать кнопку включить запись Это очень стрёмно, поэтому я не хочу, чтобы такое повторялось Вот так вот Так что мы сейчас идем ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот я хочу такую шоколадку целиком, мне ее на один вечер хватит ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня у нас суббота Я сейчас встретилась со своей подругой Гусе Мы будем учить... Я буду учить ее русскому, она будет учить меня турецкому языку Еще одна наша подруга попросила ее купить и что-то она здесь работает в магазине Этот магазин называется Макроцентр и... не знаю как они говорят... Макроцентр, Макроцентр А здесь есть очень много товаров Европейских, самых-самых разных и цены здесь выше, чем в обычном магазине, но они намного, на самом деле, они говорят, что это магазин для богатых, но я так не думаю, здесь обычные цены. Ты говоришь по-русски? Да, я говорю по-русски. Ты любишь русский язык? Я очень люблю. Очень любишь я? Да. Тебе сложно? Сложно. Я думаю, что это очень сложно, на самом деле. Мы скачали этот учебник, он называется Дорога в Россию. Вот так вот он выглядит. Такая у него очень страшная и ужасная обложка, и это только базовый уровень. Я видела просто, что по этим учебникам занимаются ребята у нас в университете, когда я была на лингвистике, и просто посмотрите на первые задания, которые здесь есть. Вот это надо читать иностранцам, это буквально первое задание на фонетику. Фонетическая зарядка, и это очень сложно, мы делаем это уже второй-третий час. Сегодня особо ничего интересного в моей жизни не происходило, я съездила на курсы и зашла в магазин. Вы не представляете, как редко я хожу в магазин, потому что чаще всего я заказываю все через два самых популярных онлайн-приложения в Турции. И вчера я решила отказаться от шоколада, по максимуму от сладкого, вот, от сахара, всего-всего. И это, наверное, самый мой здоровый поход за едой. Я купила себе тунец, кабачки, хлеб. Обычно я покупаю батон, но я решила, что вот этот хлеб, я съедаю его быстрее, он дешевле и он вкуснее, потому что он прям испеченный. Вот, потом такая колбаска, мне кажется, это индейка, да, индейка с кусочками, макароны, потому что закончились на будущее, безлактозное молоко, оливки. Первый раз, кстати, покупаю оливки в Турции, мне кажется, это вообще стыдно. Такой вот сыр, куриное филе и грибы. Сейчас мы проведем такой эксперимент, посмотрим, сколько все это бы стоило, если бы я заказывала это онлайн. Вот эти два приложения для заказа еды я обычно использую, это Getir и E-Maxip. И внутри этого приложения там есть два отдельных сервиса. Ладно, зайдем в Getir. У них, скорее всего, больше выбор. Посмотрим, есть ли у них Anker. Окей, хорошо, у них есть. Давайте тогда будем в Getir. Да, у них даже нет сейчас хлеба. То есть пришлось бы взять вот такой за 4,45, который я обычно беру. Самый дешевый тунец. Но при этом без всяких добавок. Какой здесь? Скорее всего, вот этот. Вот этот за 23,90. И так у нас получилось за макароны, хлеб, тунец, оливки, грибы, сыр, две пачки нарезки и молоко 95 лир. Я при этом купила еще несколько продуктов в обычном магазине и у меня получилось где-то 68. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Я сейчас иду на курсы по турецкому языку. Наверное, первый раз, когда я так нарядилась и накрасилась. Потому что у нас сегодня очень тепло и хорошая погода. И вчера была тоже хорошая погода, но я сидела дома. И я об этом пожалела. Но у меня не было повода, чтобы выйти. Поэтому я сегодня вот такая вот. Я обожаю так переходить дорогу, просто ее перебегаю со всеми вместе. И мне всегда хочется хихикать. Потому что это, типа, так небезопасно. Так волнительно задавят, не задавят за нас. Ну, нет. Когда идет толпа людей, никто не знает. Конечно, все останавливаются. Но иногда люди сами останавливаются. И Маша, типа, проходите, проходите. Вот эти колготки, которые сейчас на мне. Мне постоянно приходится вот так подтягивать. Потому что они с меня связывают. Телесона тущики клеточки. И вот этот раз, он с меня связывает. Да, это немного говорит. И так выглядит. Телесон с другой стороны. Закончилась уже моя учеба. Я очень рада, что не пошла вчера на занятия. Потому что, как оказалось, они ничего не учили. Они просто играли в игру какую-то четыре часа. Я бы не смогла. Я бы, наверное, просто психанула и подумала, господи, я никогда туда больше не приду. А сегодня мы учили тоже очень легкую тему. И мне понравилось, что мы разговаривали. Мы обсуждали новости. Просто каждый находил какую-то новость в интернете. И потом мы ее обсуждали. И преподаватель задавал нам вопросы разные. Я уже дома. Хотела вам показать, что у меня сегодня на обед. Я поджарила кабачок со специями, солью, грибы. Такая вареная курочка и сыр. И сейчас я буду смотреть турецкий YouTube. Потому что я решила заниматься постоянно. Теперь я буду всегда-всегда смотреть только турецкий YouTube несколько месяцев. О, господи, это божественно. Я очень хочу есть. Так что увидимся попозже. Посмотрите на наряд утку. Внимательно вот на эту часть. И теперь... Так что теперь утку будет снимать свою курку. Потому что это будет просто полный match, cringe и вот эти все английские слова. Ну о, господи! Может быть, это все это такое. Ну о, господи. Могу-господи! Субтитры сделал DimaTorzok Мы сейчас спонтанно решили попить пиво, так что куда-то мы идём, я не знаю куда, но становится очень холодно. У нас сегодня было 19 градусов, всё ещё в феврале 19 градусов, просто мой мозг не понимает, что мы сейчас находимся в зиме, но Стамбул. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок